Офис закрыт, все претензии к руководству Вайлбери. Сейчас такие объявления жители Владивостока могут увидеть на пунктах выдачи популярного интернет-магазина. В России закрылась часть пунктов выдачи заказов магазина Вайлбери. Сотрудники и партнеры маркетплейса решили устроить забастовку. В Владивостоке не выдают заказы минимум в пяти точках. Здравствуйте, мы не работаем. Не работаете? Мне третий день не платит, я не хочу работать. Я не знаю, вы мне выдайте будет, как быть. Об отказе обслуживать клиентов и требованием вернуть свою зарплату, съеденную недавно введенными штрафами, сотрудники Вайлбери заявили нанимателям 14 марта. Какая главная причина протеста? То, что нам не хотят платить, у нас за брак полностью снимают деньги. На наш взгляд, просто не готовят заказы, пока нас не услышат, что мы хотим. Чтобы у нас именно брак нам не прислали, в складе проверяли, чтобы мы не платили за него. А сейчас ведутся какие-то переговоры с руководством? С руководством? Нет, оно нас игнорирует, нам говорят, приходи только на работу. У нас плохо. Что конкретно? Зарплата. Работаем просто в ноль, некоторые пункты просто закрылись и отказываются принимать клиентов, только разбирают груз. Мы пошли на уступок, распечатали объявление, чтобы руководство хоть через комментарии видело, что нам неприятно и мы хотим отказаться от работы. Штрафы были всегда, просто списывали не 100%, а 25 зарплат. То есть у нас оставались деньги, чтобы мы их выводили, кормили семью, квартиры, кредиты. Сейчас 100% сделали. То есть мы отработали, у нас сразу их списали эти деньги. Браки идут не за наши какие-то упущенные моменты. То есть клиент подменил примерочный, мы увидели, дальше его проблемы, мы отправляем домой. А со склада иногда приходят вещи такие, как, например, футболка, а вот такой стикер от чайника, например. Мы за это платим. Уточним, не все пункты выдачи заказов одинаковые. Их сильно разнит принадлежность, собственность Wildberries или их частных партнеров. Франшизы продолжают работать в обычном режиме, но также недовольны нововведениями. Дело в том, что фирменные пункты Wildberries, они работают несколько иначе. Сам Wildberries устроен как франшиза. И на фирменных пунктах зарплата, она выплачивается каждый день, исходя из выручки. В последнее время ввели очень много штрафов за все подряд. А какие-то возможности для того, чтобы косяки исправить, связаться с клиентом и так далее, этого нет. И поэтому людям приходится работать либо в ноль, либо вообще минус себе. На данный момент точки закрыты на Партизанском и Океанском проспекте на улице Ладыгина, Черемухова и Тухачевского, Карбышева, Кирова, Адмирала, Юмашева. Открыты, но только на прием грузов на Борисенко и Калинина. Клиенты недовольны. Плохая наша реакция. Мы полностью одеваемся здесь. Мы очень расстроились, потому что много чего заказали. Ждем свои посылки. Они обычно в шаговой доступности очень удобные. Если пункты было закрывать, то это очень грустно. Сейчас к Wildberries приковано много внимания со стороны Роструда и со стороны Депутатского корпуса и Минпромторга. В Минтруде заявили, что компания не попадает под категорию платформенной занятости, поэтому не должны соответствовать традиционным нормам трудового законодательства. А сегодня утром поступила информация о первых плодах забастовки. Компания временно заморозила начисление штрафов за возврат бракованного или не того товара с владельцев пунктов выдачи. Сотрудники, которые накануне закрыли точки выдачи, также сообщают, что Wildberries начали возвращать деньги, которые списали у работников за брак товаров. Анна Дьякова, Олег Завялов, Новости на Восьмом.